Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 июня, понедельник. И сегодня Церковь предлагает нам к назиданию и к внимательному нашему рассмотрению отрывок из книги «Деяний святых апостолов», глава 21 стихи с 8 по 14. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диканов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто-пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжет в Иерусалиме Иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги «Деяний святых апостолов». И сегодняшний наш отрывок, он повествует нам об апостоле Павле, о его жизни. Но на самом деле апостол Павел – это не центральная фигура книги «Деяний святых апостолов». Потому что, как минимум, он появляется как самостоятельный персонаж только в середине книги. И вообще, многие думали, что книга «Деяний» – это некий сборник биографий. Но это не так. Главная цель книги абсолютно иная. И жизнь апостола Павла лишь иллюстрирует тот замысел, который ставил перед собой автор книги «Деяний». Он повествует о хронологическом распространении Церкви Божией. И коль скоро апостол Павел сыграл в этом распространении немаловажную роль, то он и является одним из ключевых персонажей данной книги, о которых идет повествование. Это не значит, что другие апостолы не трудились, и это не значит, что они не внесли свой вклад. Но цель книги – это не автобиография и не биография других людей. И биографии, они используются, но лишь как средство, а не как цель книги. Итак, мы видим, что апостол Павел пришли в Кесарию и вошли в дом Филиппа Благовестника. Кто такой Филипп Благовестник? Филипп – это тот самый из семи деканов, потому что об этом идет дальше речь. Одного из семи деканов остались у него, они вошли к нему в дом. Филипп Благовестник – это тот дьякон, кто был избран в Иерусалиме апостолами для служения у столов. Но мы также видим, что служение этого дьякона переросло в свое первоначальное назначение. Потому что как только начались гонения в Иерусалиме, после убийства архидиакона Стефана, все убежали оттуда из Иерусалима, ну, большинство. Остались там только апостолы и малая часть верных. Все же остальные рассеялись по лицу земли, что способствовало, кстати говоря, распространению христианства. В частности, они бежали в Антиохию и в другие колонии Римской империи, колонии, провинции. И вот Филипп, скажем так, благодатью Святого Духа был направлен на иное служение. И это началось, если вы помните, с его проповеди в Самарии и его проповеди Евнаху Эфиопскому. После этого Филипп выходит, скажем так, за рамки своего дьяконского служения и становится благовестником. То есть он несет благую весть, приносит людям Евангелие. И они остаются у него, у данного Филиппа. Этот Филипп, очевидно, был человеком женатым, так как говорится, что у него было четыре дочери-девицы, то есть девственницы. Они были пророчицами, пророчествующие, как сказано. Пророчества – это был некий дар Святого Духа на заре христианской церкви, в период его раннего становления. И пророчества в тот период позволяли увидеть, что Дух Святой действительно снизошел на человека. Многие авторы связывают пророческий дар этих четырех девиц с их девственностью, с их особым положением. Но так или иначе, они имели этот дар. Далее, между тем, как они пребывали многие дни у Филиппа, апостол Павел был у него, из Иудеи пришел некто пророк Агаф. Было разное служение. Было служение апостольское, было служение пресвитерское, было служение пророческое. И вот один из таких пророков новозаветных по именем Агаф взял пояс, Павлов пришел и произнес некое пророчество. Это пророчество было связано с некими действиями, некими драматическими действиями. И эти действия тоже были символом нечто будущего. Что должно произойти с тем, о ком идет пророчество? Пророчество шло об апостоле Павле. Этот пророк Агаф, он связал себя поясом Павла и сказал, что чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Что, в принципе, в дальнейшем и произойдет с апостолом Павлом, так как мы знаем, что по преданию он был усечен мечом в Риме. Такие драматические пророческие действия, они были распространены и в Ветхом Завете, и в Новом Завете сам Спаситель делал такие драматические пророчества. Вспомните, например, засохшую смоковницу. Это вот яркая иллюстрация такого символического пророчества через некое действие, не просто слова, а через действие. И здесь мы видим то же самое. И, конечно же, люди, которые находились рядом, когда они поняли, о чем это пророчество, потому что оно было очевидно, они забеспокоились и хотели уберечь апостола Павла. Когда же услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Очень интересно, обратите внимание, в 12 стихе мы читаем. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Это прекрасная иллюстрация так называемых мы-повествований, мы-отрывков, которые вставляет автор как непосредственный очевидец этого, того, что происходило, того, что он описывает. Есть, где он описывает некое со стороны третьего лица, где-то он со стороны второго лица. И есть описание вот этих вот так называемых мы-отрывков множественное число. Это говорит о том, что автор книги Деяний в конкретных ситуациях был сам непосредственно свидетелем этих событий. И смотрите, он разделяет тамошних, то есть общину местную в Кесарии, где жил диакон Филипп, благовестник, и те, кто пришли с апостолом Павлом. И вот все они вместе отговаривали апостола Павла, на что он сказал им, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Эта уверенность апостола Павла, его вера вселяет уверенность и веру в его окружение. Они смиряются с этим пророчеством и понимают, что, очевидно, в этом есть промысел Божий. Ведь вспомним, когда-то из Иерусалима бежали христиане, но это бегство, бегство от страданий, бегство от мучительной смерти, поспособствовало распространению христианства в языческих провинциях Римской империи. Также и сейчас мы видим, что изначально апостол Павел бежал от своих гонителей, бежал из Дамаска. Но именно благодаря этому, что он тогда не пострадал, сохранил жизнь, он смог сделать так много и принести веру во Христа многим людям Римской империи. Но когда пришло время действительно ему пострадать, он не бежит и идет на страдания. Поэтому всему свое время. Время собирать камни и время их разбрасывать. Итак, дорогие братья и сестры, будем и мы, как эти люди, повиноваться воле Божией и говорить, да будет воля Господня. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...